поговорив о том что такое вообще онлайн-курсы да зачем они нужны я сегодня хотел поговорить о каких-то более технических аспектах о программах которые используются в общем таких вещах которые интересны техническом плане что вообще ожидать что нужно делать как подходить к производству курса я могу здесь рассказать только таких технических аспектах потому что я участвовал значит в разработке этого курса как материал дидактические вещи вот организационные вопросы меня миновали и но готовясь к созданию этого курса я на самом деле довольно много посмотрел других онлайн-курсов которые сейчас есть потому что в принципе я первый онлайн-курс который я слушал он был до 11 года за несколько лет до этого кто-то из java ингеристов проводил онлайн школу по современной джаве я подумал что я хочу получить джаву и получил джаву дело там задание как бы сдавал не проверялись автоматически были лекции слайды я не помню насчет аудио лекции слайды точно были наверное это были лекции со звуком который нужно было смотреть потом нужно было сдавать задание которое сколько по автоматически проверялись делать какие-то тесты и в конце ты получал настоящий сертификат и попадал в список тех людей которые этот курс закончен добрый день сегодня я собираюсь каких-то более технических вещах поговорить в плане того как производство онлайн-курса происходило и в принципе начал то я с того что на самом деле чтобы понять как этот курс устроен я просто послушал много разных онлайн-курсов был когда-то какой-то онлайн-курс который вел один из джаву ингеристов я его слушал по джаве получал танковый сертификат это было до 2011 года потом я там увидел еще одного из наших кафедра в списке получавших сертификат это было как бы был момент когда он курс еще не было но вот видно только началось потом я поучаствовал в курсе на курсер из которого начиналось курсера когда еще не было назывался мл класс его вел эндрю нг и как бы это была впечатляющая история там 60 тысяч записалось это было первых три онлайн-курса искусственный интеллект от себастина тарана эндрю нг рассказывал про про машинное обучение и третий курс был по базам данных мы тогда разделили на троих эти три курсы каждый слушал что-то свое потом обменялись впечатлениями курс баз данных говорят был очень хороший и я не послушал к сожалению он был с заданиями которые проверялись автоматически но потом когда начался значит карантин вот в марте апреле мая и июня я записался в какой-то из месяцев на 9 что ли онлайн-курсов на курсы и послушал 9 разных курсов одновременно что просто понять что бывает и в общем как-то попытался эту всю историю к нашей деятельности применить когда потом мне вот собственно эти курсы закончил мне говорят давайте мы начали делать онлайн-курс по базам данных вот соответственно первое в чем как бы вопрос данный курс это зачем его делать да зачем его делать это вопрос организационный а я с ним как бы не сталкивался я только технические вещи делал как бы дидактически какие-то ну дидактически это как лекции устроенные какие они по длине такого плана вещи что на слайде должно быть как вообще картинка должна выглядеть организационная вещь это зачем данный курс делать и на практике разные университеты по-разному решают этот вопрос и в принципе первое с чего я начинаю начать там за полгода это понять какие вообще курсы мы хотим сделать и для и для чего обычно это какой-то разговор о том но вот чаще всего мотивация это повысить видимость университета чтобы люди знали что существует а там есть такая программа например там какой-нибудь с позиции медицинской статистики они ворвозик вебинар будет содски статистики рассылает всем кто участвовал этом курсе рекламу commute послушает в рамках вебинара они рекламируют новую программу по медицинской статистике который запускается у них, например, в Стэнфорд. То есть это чтобы связать себя с людьми. Курс может использоваться, делаться для того, чтобы снять часть нагрузки с преподавателей, если одновременно этот курс хотят слушать большое количество людей, всем на курс не попасть, но вот можно как бы кого-то вести в качестве интернет-курсов. Вообще, когда мы эту программу писали, мы обратили внимание, когда читали программы разных курсов, которые у вас читаются, что у вас обычно мало, довольно мало этих лекций, довольно много практических занятий. Сейчас, секунду. Я сейчас на час занят, реши, ешь как бы что в холодильнике, а потом поставь мне курицу, и через ческак я курицу уже с помидоркой. Вот поэтому вообще говоря, это, по-моему, довольно хорошо укладывается в концепцию, да, большого количества практических занятий, которые проводятся как бы отдельно, и небольших объемов лекций. Ну, у нас там были вопросы, там, как это лучше организовать. Но у меня-то с этим курсом такое взаимодействие было, что те вещи, которые я в нем рассказываю, я рассказываю в составе нескольких, там, практических курсов, там, курсы статистики, курсы языков программирования интернет. У нас есть на кафедре курс баз данных теоретический. К нему, как бы, есть потом практикум, практические занятия языков программирования интернета, получается, что я тоже, как бы... И получалось, что вот какие-то примеры, которые студенты хочутся, чтобы имели делать, они повторяются. И, собственно, эти примеры, вот, были собраны в таком курсе. И вторая история в том, что был теоретический курс, который читается университетом в виде онлайн-курса, и к нему в отзывах люди просили немножко побольше практики. И мы решили, что вот после трех лет теоретического курса можно попробовать добавить в курс практики, и потом можно еще через годика-три что-нибудь сделать. То есть, в принципе, этот курс, как бы, та информация в нем, да, вот, грубо говоря, Цинтос 8, который там используется, Мариэдэбэ, 10.3, который там используется, то есть, как бы, свежей версии, они в этих репозиториях будут, как бы, продолжать лежать, и сейчас, в то время, когда этот курс можно легко сделать, без каких-то больших заморочек в плане работы. А через три года один, значит, наступит на end-of-life, и все равно нужно будет все переделывать, поэтому, как бы, план был такой. В общем, это просто, как бы, зачем был курс нужен, да, как я себе представил в диетическом смысле. Что-то практическое сделать студентам, чтобы им было интересно, и чтобы они могли, как бы, что-то, просто вот, чтобы не история начинать, а что-то начать. В принципе, студентам должно быть быть интересно в этом задаче курса, как бы это ни было, ну, вот, не с организационной точки зрения, с точки зрения преподавателя, да. И сейчас все слайды запущем, у меня здесь есть слайды, я как-нибудь аккуратненько их выдам. Так, камеру выключаем, ориентацию включаем. Так, слайды видны, все в порядке? Ага. Мы решили сделать онлайн-курс, как оценить липентакт. Да-да, да-да. Я просто какие-то свои мысли туда, в эти слайды забросил, чтобы было, было на что смотреть, пока все идет. Я почитал немножко статей, в которых люди пытались оценивать, ну, нужна же какая-то метрика, да, как оценивать этот лайн-курс. И вообще, курс, он, его успех определяется для вещей. Во-первых, студент должен этот курс найти и на него записаться. А во-вторых, студент, записавшись, должен материалы просмотреть, сдать там 90%, например, тестов правильно, и закончить этот курс. Это два разных аспекта. То есть, во-первых, этот курс должен найтись, у студента должна быть вообще как бы мотивация, да, этот курс. получить. Ну, и, во-вторых, студент должен этот курс закончить. То есть, внутри этого курса... Добрый день. То есть... Ага. То есть, внутри этого курса должен быть какой-то материал, который будет, в общем, интересен. И как сделать так, чтобы студент хотел записаться на курс, этот вопрос решается довольно единообразно во всех университетах. Это должен быть какой-то известный профессор, на самом деле, который хорошо читает этот курс и давно. И это должен быть известный университет. Как, в принципе, в Америке принято, что 90% профессоров вышли из каких-то больших университетов, так же, как... Так и с курсами получается. Что идёте в интернет и видите онлайн-курс, и можете выбирать от Принстона, от Гарварда, от Стэнфорда или от Дюк-Нью-Йорксити. И сейчас пытаются с этим, на самом деле, как бы немножко бороться разными способами. Мне, например, всё время сыпется реклама в почтовый ящик от системы университетов Нью-Йорка, например, с предложением записаться на очередной их онлайн-курс. То есть они просто себе рекламируют рекламу через Курсеру. Курсера сама предлагает бесплатные курсы от университетов, которые, как бы, внутренних Штатов, как бы, не таких известных, с не такими известными университетами. Но первый подход — это, значит, сделать так, чтобы профессор хорошо читал курс и чтобы он был известен. У нас в университете, кстати, есть пример, по-моему, одного такого курса, где никто не понимает, что происходит, но похоже, что это именно просто известный русский форекс-профессор. А чтобы студент его закончил, курс должен быть хорошим. И вот эта история про то, что он должен быть хорошим, это называется курс engagement. То есть студент должен активно в этом курсе участвовать. Соответственно, нужно оценивать это какими-то метриками, и здесь преимущества университетов, у которых были свои платформы, на самом деле. Если я правильно помню, кто-то типа MIT делал изначально, это X, и, соответственно, от MIT X они смогли получить логи взаимодействия с несколькими курсами. Там было 8 разных курсов. Эти курсы были устроены максимально разными способами, чтобы там были разные профессора, разной длительности лекций, разные форматы лекции. Где-то рука, где пишет на бумаге, где-то доска за спиной лектора, где-то лектор перед доской, где-то они снимали лекции просто на своих... просто в своей аудитории, где-то они снимали эти лекции специально, где есть только профессор, нет аудитории, и так далее. Дальше считаются метрики. Они считали, кстати, там один из параметров, сколько слов произносит лектор в минуту. Такие вещи. А процент, допустим, в значимых терминах в этом количестве никаким образом не учитывалось? Ну, или, скажем так, визы с некоему смысловому эталону? Да, странная проблема, на самом деле. Содержимое этих текстов не анализировалось, насколько я помню, в исходной статье. Но это первая статья, которая была, это ядекс, в году буквально там, в 12-м. А дальше тоже больше. Больше статей. Насчет значимости содержимого. Нет, я думаю, потому что не было тогда еще распознавания как бы текста живого. Я не знаю просто какую метрику для этого можно применить. С числом слов в минуту они говорили, что вот в английском языке и в русском разная скорость речи в словах в минуту. И я смотрел, что для русского языка в словах в минуту вообще не считают. Считают в слогах в минуту, поэтому это вообще не очень понятно, какая скорость речи. Но в Америке они посчитали, что вот есть лекторы, которые говорят быстро, есть лекторы, которые говорят медленно, а есть лекторы, которые говорят в среднем и оказывается, что engagement больше всего для лекторов, которые быстро говорят, поменьше лекторов, которые медленно говорят и еще меньше лекторов, которые со средней скоростью говорят. Они гипотезы выдвигались, что это из-за того, что те, кто быстро говорят, это как бы людям просто удобно, а которые медленно говорят, они что-то показывают и на доске пишут. То есть это сопровождается Писанием доски, или они какой-то код пишут Медленно ковырят И, соответственно, люди с кодом взаимодействуют Или с текстом доски Ну, такие штуки В общем, они считали корреляцией И самая большая корреляция Она оказалась с временем, который был затрачен на предпродакшн То есть оказалось, что это самое главное Что чем больше вы готовитесь К тому, что будет сделать этот курс, тем лучше Там были взяты два профессора Которые отлично читают курс Известные У одного пришли на лекцию и записали в лекцию А к другому Специально приходили, как бы отдельно В другом формате Пытались как бы-то похожие Ну, там два курса Из науки, технологии, инженеринга и математики То есть похожие, по сути Одинаковые по наполнению студентам Оказалось, что чем больше готовитесь Тем лучше как бы выхлоп Это интересно Ну и, соответственно, что это за предпродакшн-то На практике означает, что чем качественнее курс планировали Тем лучше его студенты слушают Понятно, что как бы есть курсы, где Видно, что люди больше готовились Есть курсы, где меньше готовились Из тех, что я смотрел, там 10 курсов Но в среднем есть два полярных примера Того, что называется продакшн-вэрис Если речь идет о кино Например, индустрии Это Эмбри-класс, который в 11-м году запускался Как первый курс на курсуре фактически Там сидит Эндрю Энг Его снимают на камеру Что-то типа веб-камера, на самом деле Разрешение этого видео 960 на 360 То есть он оптимизированный под узкий канал Потому что был 11-й год И он пишет там на экране Ручкой С световым пером А другой полярный пример современный Это значит мастер-класс.ком Который тоже сейчас все время рекламируется Они как бы оптимизировали максимально эту систему То есть там сидит какой-то очень знаменитый человек И качество как бы съемки, звука, видео Тоже максимальное, какое возможно То есть ставка на это, грубо говоря И идея в том, что если вы просто посадите Мартина Скорсезе То вот он что-нибудь интересное вам расскажет То есть уже просто взаимодействие с Каким-то знаменитым человеком То есть это курс такого Здесь в качестве звездочки я могу сказать Что вот есть два отличных курса Алгоритма 1, алгоритма 2 Я их все время студентам рекомендую слушать своим Их из Принстона читает Седжик Это значит курсы по алгоритмам Там тоже автоматическая проверка заданий Вплоть до того, что она тебе говорит Что ты лишнюю операцию где-то совершил И у тебя сложность там не O от N квадрат А вот N на N плюс 1 И вот эту единицу должен убрать Для этого задания не сдашь Но видео там в какой-то момент менялись Сначала были лекции Видеолекции в виде того, что Справа слайда, справа говорящая голова А потом у них появился явно, что продакшн Как бы они сняли его на хорошую камеру Так что самого лектора стало лучше видно, например И дальше курс вышел в таком формате То есть, видимо, они как бы оптимизировали Вот курс engagement на production values Это все, что укладывается в free production Вот, ну, обе-тестирование, да, грубо говоря И здесь вопрос в том А сколько надо времени потратить на free production Ну и на производство самого курса Какие должны быть затраты Оценки разные, я видел Ну, опять же, статьи выходят регулярно Понятно, что со временем что-то дешевее, что-то дорожает Ну, десятки, сотни тысяч долларов, да, они говорят Но это не так интересно нам Нам это интересно в плане затрат времени лектора Тиченстав, который готовит эти лекции И они оценивали эти затраты в четверть рабочего года На производство этого курса со стороны лекторов Потому что обычно не любят вообще учитывать работу лекторов в курсе Обычно говорят, ну, вот там операторы, монтажеры, еще кто-то А что лектор? Говорят, что вот, дескать, 400 часов он потратил При его существующем курсе уже готовым На то, чтобы его привести вот в тот формат, который нужен И 400 часов это четверть всего всего рабочего времени за год Ну вот, это просто к тому В чем проблема нашего онлайн-образования Когда нам говорят, давайте мы онлайн-во просто курсы наши прочитаем Его невозможно читать в прямом эфире, на самом деле С другой стороны, ни одного из университетов, которые, как бы, эти данные собирали Не было желания сокращать затраты на производство Потому что оборудование университетов на самом деле есть Пример Пример того, что такое Production Various И у меня здесь есть ссылка на YouTube Я сначала записал Значит Это уже, как бы, мы переходим к тому курсу, который у нас был Когда, значит, мне сказали, что давай ты вот эту свою часть баз данных расскажешь в виде данных курса Я сразу же пошел и записал такой драфт, черновой вариант того, что я могу рассказать Чтобы понять, сколько времени у меня есть Какая у меня разбивка материала будет Как бы, что вообще есть И сейчас Вы можете кликнуть по этой ссылке Я могу кликнуть по этой ссылке Первый вопрос Какие таблицы нам понадобятся наши базы данных, чтобы эту информацию найти, где она, собственно, хранится Во-первых, нам потребуется таблица Title Комплекс названия фильмов и год выпуска И, во-вторых, нам потребуется таблица MoveInfo, в которой хранятся рейтинг числа басов в жанре фильма Имеет смысл посмотреть еще на R-диаграмму для нашей таблицы Вот он Ну и увидит, что нам, на самом деле, нужна таблица Title Таблица MoveInfo Ну, вот, InfoType еще И таблица, значит, еще, в которой индексы хранятся То есть нам нужно вот этот кусочек начать Диаграмму Title MoveInfo Ну, будет Info ссылается в ней потом Ну, давайте начинать Будем писать запрос А если чуть-чуть покруче? Первый вопрос, какие таблицы нам понадобятся в нашей базе данных, чтобы эту информацию найти? Где она, собственно, находится? Во-первых, нам потребуется таблица Title В которой хранятся названия фильма и год выхода Во-вторых, нам потребуется таблица MovieInfo В которой хранится рейтинг, число голосов и жанр фильма Имеет смысл посмотреть еще на R-диаграмму для нашей базы данных Вот она Ну и мы видим, что нам действительно нужна таблица Title Таблица MovieInfo И еще таблица InfoType Здесь еще есть индекс То есть нам нужен вот этот кусочек R-диаграммы Title MovieInfo MovieInfo ссылается на InfoType Ну и давайте начинать Будем писать запрос на SQL к нашей базе данных Вот это вот история История про Production Evalius То есть Два одинаковых куска Которые Сняты были Сначала в качестве драфта На этапе Pre-Production А потом в качестве Готового варианта Ну, по крайней мере, такой мне прислали на днях Опять же, это там черновой монтаж В качестве продаж То есть, дескать, это То, чем отличается студия От того, как бы В каком формате я, например, сейчас нахожусь Это снимаю Вот Ну, это вот результат Значит, обработки курса Людьми, которые умеют производить Курсы У нас, значит, это дело Центр развития электронных образовательных ресурсов Соответственно, оборудование, которое Попадалось В руки, да Мне Значит, то, что я снимаю сейчас И То, что сейчас у меня идет Это веб-камера Это, на самом деле Видеокамера Панасониковская Которая подключена в режиме веб-камера Это довольно распространенная история Микрофон Веб-камера Микрофон в видеокамерах обычно Приличный То есть, вся Штука в том, чтобы микрофон был нормальный Значит, как у меня сейчас идет трансляция У меня идет Это все писалось в режиме прямой трансляции, на самом деле В интернете Так же, как он транслируется сейчас на Twitch Это транслировалось с помощью OBS-студии И если был нужен линейный монтаж какой-то Это был FF-impeg В принципе, этого хватает Студия, в которой это снималось Это Blackmagic-овская камера Это Ursa Mini Pro 4.6K G2 Я посмотрел просто, что это за камера Ну и, естественно, все остальное, что в студии есть Это оптика, это свет Там был телесофлёр, там была студия Там был гример, там был серый фон И там был планшет Sintiq 24 Pro Вот он Как устроена студия Обычно у университетов есть студия Но вот, например, с Tepic, да, как платформа курсов Они пытались, там программисты пытались, значит, своими силами сделать студию Причем они пытались сделать студию самообслуживания Это как в Сингапуре любят делать Человек приходит, сам себя записывает Они делали такую же студию И что меня больше всего поразило в их студии То, что в их студии Самое дорогое был планшет, на котором они рисовали Ну, про себя я могу сказать, что в качестве планшета У меня нет планшета, на котором рисовать Несколько лет назад я думал, что надо бы купить себе ThinkPad Ну, типа там, X61, таблет, чтобы рисовать Ну, руки у меня не дошли, я купил себе обычный ThinkPad Сейчас я зашел, дистанционное обучение Значит, карантин Ну, в общем, нет их больше В продаже за те 50 долларов, что были сейчас Бог с ним Вот, что они использовали, я не знаю Но поскольку камера Blackmagic, то я думаю, что Они использовали что-то типа DaVinci Resolve И это камера, на которой можно снимать кино Это камера, на которой можно снимать хорошее кино Тот монтаж, который они мне представили Он снят в 25 кадрах в секунду 25 FPS Можно делать color grading И у них там таких камеры две То есть Как бы И судя по тому, что это же два Что эти камеры, получается, куплены только что На самом деле И какие-то короткие ролики, которые они, кстати, производят в этой студии Видно, что они Такого уровня Чуть выше телевизионного Вот Ну, другой вопрос Как бы Что нужно для онлайн-курса Хорошего, да Нужен уровень кино-производства Или нужен уровень пониже Бог знает Я видел хорошие онлайн-курсы Где люди периодически выбираются Из студии И снимают коротенькие эпизоды В коридорах своего университета Мне это понравилось Рядом с Бюстом, например, человека Который придумал этот термин Вот они в коридоре Показывают Бюст И говорят они Я видел хорошие курсы В которых люди берут периодически короткие интервью У людей из индустрии То есть Человек сначала как бы С людям там рассказывают Там некоторое время Что это такое Потом появляется человек из индустрии Который своими словами За три минутки объясняет Зачем это нужно У нас, в принципе, как бы Были Идеи Сделать Так Но когда все ушли в отпуск Уже Как бы Понятно, что в июле Во время карантина отпуска Перевода на дистанционное обучение Людей наших Которые работали в Урокле И Базы данных этих Значит Ковыряли Было уже не найти Это в плане оборудования В плане того Что как бы Сначала делался драфт И вообще В плане Как Этой схемы Типичное Кинопроизводство Которое заключается в том Что Все берется в аренду То есть Вы не хотите Делать свою студию Под то, чтобы Снимать свой Одинлайн курс Общее правило в том Что все это Берется в аренду Там никакая музыкальная группа Не имеет свою студию Ну В каких-то пределах В которые она записывается Они снимают студию Да, для записи Кинопроизводство Фильмов тоже Как бы Они снимают фильмы Накупленные камеры Вы получаете студию Оборудование в аренду И Туда же получаете В общем людей Которые знают Что они делают Да Это и есть Планирование перепродакшена Которое должно Начинаться Как бы Заранее Вот вы С одной стороны Ищите людей Которые могут Прочитать ваш курс С другой стороны Ищите Где вы будете Это снимать Кто вам Обеспечит оборудование Хотя бывают Исключения Бывают исключения Ну какие там Был фильм В 17-м году Дизастер артист Он про то Как снимался Фильм Зарум Они там Продюсер Этого фильма Ну У нас У нас это Производство Продюсер артистер 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 артистера Там изменились Когда они подключены Те лекции А слева А слева А слева у меня может еще Получиться Я могу Какие-то Доволитые материалы Видеть За пределами Квадрата Я сейчас вижу все вкладки Которые у меня есть И на дисплее камеры Я вижу себя Это тоже удобно Если как бы Чувствуется Что со светом Все очень плохо Я подкладываю на этот стол Белый Белый лист И тогда со светом Получается лучше Вот А что еще было В плане Верепродакшна То есть был Мокап Вот сделанный В Твиче Который Соответственно Был отправлен Сергею Леонидовичу Со словами Как бы Что вот Давайте Смотреть Что поменять Это согласовывалось С методистом Который У них есть свой методист В центре Который делает Эти курсы Методист Посоветовала Как бы По формату По длине Урезать кое-что Соответственно Кое-что Было урезано А потом Нужно было писать Сценарий И здесь Как бы Этот сценарий Есть кстати В тех В том дурбоксе Который у вас есть И Сценарий Это на самом деле Довольно страшная штука Потому что там В общем по планам Расписано все Что происходит Это видимо люди Которые занимались кино Поэтому они хотели В общем сценарий Это было Довольно Утомительно Писать Мне помогло То что Видео были То есть Я эти видео В итоге В сценарий Перегнал Потом писался Промо-ролик Он писался Уже как бы В сентябре Одновременно Со съемками Мне к сожалению Не предстали его монтаж Поэтому я не могу Как бы Как в прошлый раз Показать вам Макап И то что Получил в студии Но я могу Познать Сам кусок ролика Потому что Он писался В той же одежде Грубо говоря В какой я был в студии Мне самое Это интересно Я это писал Для Опять же Курсов Которые Дистанционно Начали читаться В сентябре У меня Короткое Какое-то Вводное слово Для студентов Потом идут Слайды 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 Но чтобы они Хоть видели И знали Как я выгляжу Это тоже полезно Сейчас я Опять же В отдельной вкладке Ссылочку Открою Так что Удачи вам В изучении материала Второй недели И Я думаю Что Через какое-то время Мы увидимся На каких-то Семинарах Или на каких-то Офис-аур С которыми Будем проводить Через интернет Когда Все наши студенты Окажутся Записаны В наш курс Подбор Так Вот Это значит Писалось Опять же У меня дома И здесь И здесь И здесь используется Встроенный в камеру Микрофон И здесь Шумоподавление Финпек пытается Убрать шум Который Получился В итоге Ну вот Опять же История о том Что нужен Хороший микрофон Которого у меня нет И вообще Всякие истории В духе того Что на улице Включили Газонокосилку Это Сильно Бывает Мешает То есть Сейчас вообще Обычно Звук пишется На отдельный Аудиорекордер С нормальными Микрофонами С фантомным питанием Соответственно В видеокамере Микрофон С фантомным питанием Поэтому его сейчас Слышно хорошо На фотоаппарате Конечно нет Вот Но это видео Которое можно Написать у себя дома Правда Когда я начал Писать это дальше Я понял Что как бы В какой-то момент Начали кашлять И В общем Голос начал садиться И это уже Относится К записи В студии Потому что Запись в студии Она длилась Три с половиной часа Три с половиной часа Каждый день История в том Что Ну за три часа Непрерывных разговоров Голос начинает садиться Это совершенно точно Вот Поэтому там Какие-то рекомендации были Пить больше воды И не пить кофе И не есть шоколад Это мне не очень помогало И в какой-то момент Я понял Что как бы Когда я пытаюсь Снимать студентам Эти ролики дома Я на них Выгляжу очень страшно А синяки под глазами Как бы никуда не деваются В общем В какой-то момент Я перешел в нормальное Как бы Вещание через веб-камеру Там синяков глазами не видно Все нормально Вот Ну и запись в студии Там есть как бы Плюсы и минусы Они заключаются в том Плюсы в том Что ты уже Как бы ничего не контордируешь Там профессионалы Которые сняли Много таких курсов Они говорят тебе Что делать Все будет нормально Вот То есть это уже Чистое кинопроизводство Дорогие камеры Ограниченное время Доступа к отснятому материалу нет В отличие от Как бы кинопроизводства Это конечно Такое старое В старом Старомодное Когда вот Раньше писали на камеру Писали на пленку Проявляли Смотрели Потому что сейчас Современные режиссеры Молодые Как бы они пишут На карточке И поэтому Карточку там можно посмотреть Сразу же В тоже день Нам значит Прислали материал Через полтора месяца Вот Была еще тестовая съемка Минут на десять За пару недель Для начала В формате Как по старых В старом формате Это называется Кинопробы Там реально Они смотрели Что с одеждой Нет ли мора на одежде Нет ли каких-то бликов Где-нибудь Чего-нибудь такого То есть в этом плане Все просто Ну Нужно Препродакшн Да То есть Нужно сначала Записать курс Чтобы там не было Каких-то удивительных вещей В итоге А так Ну и получается И дальше Вот как кинопроизводство Каждый день Ты туда приезжаешь В одно и то же время Я смотрел Как делают Это за границей За границей Использование студии Ограничено двумя часами На самом деле Потому что Считается Что три часа Человек не может читать Он может прочитать Полтора часа И все За эти три часа времени Успеваешь сделать Час готового Видео И это как бы Очень хорошо Если успеваешь Потому что Обычно Никто не успевает Это нужно как бы постараться Ну Ну опять же говорят В Сингапуре Вот Приходишь в студию Ты там один вообще Встаешь Смотришь на себя В экран монитора Как я сейчас смотрю На себя в экран камеры И отснимаешь Свои там 40 минут Скидываешь на флешку И уходишь Монтируешь дома сам Потом приходишь Ну сейчас Никто не знает Что нужно делать Со мной курсами Один курсов уже много Сейчас там вот Как раз разговор о том Что давайте Что-то более персональное делать Вот Это то что было Соответственно Я хотел искать Какие-то программы Которые использовались Значит Ну вот Я использовал OBS студию Для трансляции в интернет Я использовал FFmpeg Потому что оказалось Что FFmpeg Сейчас Отлично работает Поддерживает Все что угодно И в командной строке Никаких проблем нет Вплоть до того Что я в FFmpeg Я говорил про линейный монтаж Но я Но там можно И плашечки сделать С вылезающим именем Все это Как бы Фильтрами делается Меня это поразило Насколько Кошкнул прогресс Раньше Раньше Использовал Какие-то там Какую-то Специфику Сейчас Это все не нужно У меня в принципе Есть Как бы Лицензии Например На Corel Video Studio Какую-то Довольно свежую Которую тоже поддерживает MP4 Я даже Я даже не Испускал его Все можно сделать FFmpeg Вот И Ну вот я Как бы На самом деле Я наверное Больше говорил о том Что я использовал Для дистанционного обучения Для каких-то Натальй трансляций Ну вот захват экрана Да Я могу это делать И Twitch Twitch студентам знаком Там никаких вопросов Вообще не было Поэтому они заходят На Twitch И смотрят меня Все вообще просто Вот поэтому Сейчас Если Как бы Я предлагаю В оставшееся время Просто поговорить О производстве О программах Наверняка У вас был какой-то Опыт дистанционного обучения Когда вот Был карантин Мне интересно Может Какая-нибудь там Слышать Что-нибудь Интересное Спасибо За такой Хороший рассказ Ну не знаю Насчет опыта Опыт Ну например У меня был в том Что очень Трудно понять Студентов То есть Ты их не видишь Рассказываешь Пустоту И приходится Потом Их переспрашивать Какую-то Обратную связь Ловить Это Делится На две Такие ветки Когда студенту Это действительно Нужно И когда Он Ну заинтересован Грубо говоря Просто отсидеть Какое-то Время Ну Когда ему Это нужно Допустим Ему тоже Сложно Понять Потому что Он не улавливает Мои эмоции До конца Даже если Мы транслируем Видео А с видео Тоже ведь Проблема Часто Сбои Проходят И приходится Иногда Отключать Видео Чтобы они Все были На связи Если Допустим Им не интересно То они Наоборот Уходят От видео Любыми Способами Могут Заниматься Какими-то Своими делами А здесь Ну формально Здесь уже Просто ничего Мне кажется Не сделать Просто уходят От того Что Как-то Пообщаться Насколько Это кому Насколько Это и кому Нужно Но это Конечно Вопрос Такой Серьезный Вроде бы Это студентам Нужно Я ради них Здесь Как бы Нахожусь Там Лекции Читаю Или практику Провожу Но с другой Стороны Как бы Студенты Не до конца И понимают Что им нужно У меня Масса случаев Когда они Приходят Уже Знаете Там Через Несколько лет Вот там Роман Валерьевич Там Очень интересно У вас Было На самом деле Я осознал Ну Всему Своё время Иногда Там Год пройдет Три Пять Был студент Через Десять лет Пришел Я тоже Поудивлялся Но Тем не менее Вот Это Прямо Дозревание Студента Называется Вот Такой Вот Опыт Можно Конечно Ну Вот На самом деле Конечно У нас В полном Объеме Видеокурсов Не получилось У нас Традиционным Методом Была Видеопрезентация По сути По сути Дело Презентация Сделана С использованием Биммер С использованием Стандартных Майкрософтовских Средств Ну Конечно Студенты По ходу Лекции Задавали Какие-то Вопросы Какие-то Вопросы Значит Я на них Конечно Отвечал Ну Вот Что интересно У нас Как бы Параллельно С лекциями У нас Шел Лабораторный Курс Тоже Он Как бы Дистанционный Тоже На платформе Мудл Правда Ну И там Студенты Они Что называется Работали Круглые Сутки Да Кстати Говоря И Сейчас У меня Там Работают У меня Курс Мудл Ну И Вот Я Задания Я Даю На Лекциях На Обычных Пока Был Приказ Проводить Все В онлайн Я Проходил Все Это В Тинс Ну И Значит Вот Они Мне Выполняют Задания Они Мне Показывают Тоже Тинс Значит Иногда Бывает Плаще Показывают Ну И В общем То Обратная Связь Тут Как раз Видна Вот Вы Знаете Вот Вы По сути Дело Когда Ты Строишь Уже Следующую Лекцию Следующую Лекцию План Там Жут В Тимс Есть План Собрания Как Собрание Лекции Это Собрание Тимс И Вот Ты Пишешь Вот Не Прямо Как По Нотам По Рабочей Программе А С Учетом Того Что Студенты Во-первых Спрашивали Что Они Тебе Отвечали Как Они Тебе Демонстрировали Задания Какие Были Там Вопросы И С Моей Стороны И С Их Стороны Ну И В общем То Такая Более Менее Обратная Связь Конечно Получалась Но Пусть Она Конечно С Точки Зрения Той Идеологии Курсов О которой Говорил В вашем Докладе Немножко Примитивно Но Все Таки Вот На мой Взгляд Действительно Да Здесь Очень Большая Проблема Нам Пусть Их Там 40 Человек Сидит Но По крайней Мере Значит Тут Видно Каждого Что Что Делать Кто Слушает Тебя Кто Телефоне Что То Ковыряется Может Быть Его Что Заинтересовало Более Детально Из Того Курса А Может Он Погоду Смотрит На Завтра По Глазам Не Всегда Это К сожалению Видно Тем Более Когда Мы Смотрим Друг На Друга Через Монитор Это Сложнее Потому Что Сейчас Мы Включим Все Свои Камеры Хорошо У нас Двое Трое А Когда У нас Будет Например Человек С Десяток Уже Начнутся Проблема У нас По крайней Мере Еще Более Менее Я Из Дома Пробовал У меня Windows 10 На Ноутбуке Дома Там Просто Ужасно Все Это Щелчки Получаются И артефакты Получается Да Это Проблема Может Нам Еще Придется Каким То Образ Значит Тут Интеллектуальное Сжатие Видео Делать Смыслосохраняющее Сжатие Видеоконтента Для Того Чтобы Все Таки Ориентировать На Скажем Так Существующие Существующие Сети В домах И В студенческих Общежитиях В том числе Потому Что Когда Все Дружно Хором Начинают Заниматься Видеокурсами Тут Разы Если Не На Порядке К сожалению В таком Вот Плане У нас Уже По крайней мере Ограничения По Модул По крайней мере Требует Чтобы Не ПДФ Делали А HTML В той Разметке Строго Которая Там Прописана Желательно Даже Не в Техе Хотя Я видел Лекции Кстати Говорят По Машинному Обучению Константина Вячеславовича Воронцова Может Вы его Знаете Из Из Теха На Фистехе Читает Работает Кафедра Институальных Систем У него Очень Интересный Курс Лекции По Машинному Обучению По Анализу Данных Близкий Очень К вашей Тематике Меня Конечно Больше Интересуют Вопросы По Анализу Текстов Чем Я Занимаюсь Ну А с точки Зрения Видео Монтажа Я Не знаю Было Это Интересно Не Было Мне Было Очень Интересно Я Никогда До Этого В Профессиональной Студии Не Бывал Никогда Не Видел Ни Гримеров Ни Настоящих Звукооператоров Это Ну Как Б Камеры Смотришь Там Камеры Камеры За пол Миллиона Смотришь Вторую Профессиональные Вот Видеомонтеры Занимаются Именно Монтажом Видеосюжетов Вот У нас Таких В университете Раз-два Может быть В лучшем Случай Общелся У нас То есть Факультет Про Это Университетский Телеканал Который Я Посматриваю Иногда Как Практика Для студентов Интересно И Вот Они Видно Подрабатывают Немножко Ну Это Один Из Вариантов Вот Но Меня Поразило То Что Оборудование Тут Только Только Куплено Новое Новое То есть Университет Как Большие Надежды Возлагает На Все Эти Штуки Правда Вот Про Например Планшет Мне сказали Планшет Как Очень Дорогой Даже В этой Студии Степика Это Самая Дорогая Железка Которая Была Планшет Очень Дорогой Мне Говорили Вот Он Поработает Поработает И Начинает Жужжать Вентилятор Беда Я Пошел В интернет Действительно Люди Жалуются Дорогой Планшет Поработает Поработает Немножко И Начинает Жутко Жужжать Вентилятор Когда Включен Поэтому Кто-то Снимает С Выключенным Планшетом Кто-то С Включенным Планшетом Оказалось Все Не так Просто Ну А камера Это Камера Мы Пытались Несколько Лет Назад Снимать Конференцию На Камеру У Нас Какой-то Другой Отдел Университета Выдавал Нам Камеру Выдавала Карточку Мы Ставили Мы Ставили Эту Карточку На Камеру На Треногу Снимали Выкладывали В интернет Был большой Ажиотаж И Действительно Было Несколько Лекторов Американских Которых Активно Смотрели Видимо У них Как бы Большое Значение Действительно Бренд Лектора Поэтому У нас Был Американский Профессор Киселев И Вот Я Смотрел Что Стабильно Люди Заходят Заходят И Слушают Его А большинство Лекций Никто Уже Не Слушал В общем Сталкивался С Неперфессиональным Производством Видео В духе Просто На Ютуб Забросим Или Просто В Твич Столкнулся С Этим Ну Вообще Всякое Кино Мне Интересно Поэтому Я Для Курса База Данных И Мдб И И И И Что Как Б Она Под Рукой И Там Понятно Что Там Все Смотрят В кино Все Представляют Какой Запрос Можно Писать Много Всякой Статистики Собираются В кино Вот Поэтому На Что Касается Самих Баз Данных Да Вот Ну Я В этом Курсе Использовал Я В этом Курсе Использовал Как Б Линукс Центоз Марию Дуб Ну Да Это Видно По Экранам Доступ По СССР Я Подозреваю Что Поскольку Кафедра У вас Программирование И Программирование То Наверняка Вам Все Это Более Менее Знакомо Поэтому Здесь Как Б Я Особо Как На Как На Деталях Даже Не Знаю Стоит Останавливаться Или Нет Я Могу Опять же Просто Рассказать Как Я Со Студентами Был Курс На Своей ВПС У нас Был Свой Сервер У меня Была Трансляция Экрана Из Терминала В Браузер Но Об Это Можно Быстро Сказать Минут За 15 В Следующий Раз Могу Что Про Это Расскать Если Вы Сами Это Активно Используете Людей Которые С этим Работают Вот Так Вот Сегодня По производству Хотел Рассказать По производству Как Его Видел Я Как Были Имея Под рукой Камеру И Некоторые Кличные Программы Ну И Как Я Увидел Вот Когда Оказался На Самой Запись К сожалению Я Там Не Фотографировал Но Это Обычная Студия Только Меня Удивило Что Стены Серые Совсем Может быть Ну Это Киношная Ну Очень Понятно Это Киношная Студия На самом деле Не то Чтобы Видеостудия Это Была Прямо Киностудия Поэтому Стены Были Серые Пенопласт С Паралоновой Звукоизоляцией Очень Жарко Там Было Потому Что Здание Столетней Постройки Бастужевских Курсов Высокие Потолки Но Вентиляция Как Не Особа Вот В общем Как бы Сегодня Вот я Про такие Что Хитил Сказ Я Постарался В следующий раз Я могу поговорить Про такие Технические Штуки В плане Уже Я даже Не знаю Какие Поговорим Про Про Линукс И Басы Данных Не знаю Вот Такой Опыт Очень Полезен Для тех Кто Хотел Бы Заниматься Но Не Уверен Справиться То есть Может Быть И не Надо Туда И Лезть Вот Честно Или Или Уже Браться Так Браться С пониманием Что Это Будет Достаточно Тяжкий Труд Так Что Спасибо Я На эту Тему Могу Только Сказать Что Вот В кино Часто Ну Не в кино Но Это Сериал Снимает Пилот Сняли Пилот Посмотрели Что Получилось Получилось Не Получилось Студентам Показали Надо Не Надо То То Есть Понятно Что Какую-то Проверку Студента Мы Прошли Читая Сами Курсы Курсы Курс Нормальный Ты Читаешь Несколько Лет Уже Материал Набран Ну Можно Записать В В формате Записать Первую Лекцию Лекцию Серединки Чтобы Там Попалась И какая-то Работа С экраном И работа С удаленной Машиной И какие-то Картинки Еще что-то Вот как я кусочек Вырезал Чтобы там Было Все И попробовать Записать В студию Посмотреть Что получается Потом С коллегами Обсудить И потом Рассказать Нужен нам Этот курс Или нет Вот Ну Здесь Я уже Как бы Ударяюсь В Опять В организационные Вопросы Потому что Их было много Там Дескать А не хотим ли мы Сделать Программу Учебную Чтобы студент Мог там Лучше Ну как Как вот Некоторые там Типа Выше школы Экономики Наверное Сделано Как у Стэнфорда Сделано Да А не хотим ли мы Сделать серию курсов Но это уже Дело десятое Надо начинать с пилота То есть Попробовать Привезти Какой-то кусочек И нам Вот У нас получилось так Что мы смогли Привезти кусочек Через интернет В какой-то момент Попробовать Это Вот так Я думаю Что браться стоит Если ты видишь В этом Пользу Как бы Для студентов Для себя Я в этом Изначально Видел пользу Для студентов Нашим студентам Не так много Мы физики У нас студенты Физики Они на четвертом курсе Не так много Им вроде как И надо все это уметь Потому что Ты приезжаешь В ICTP В физический центр Теоретической физики Приходишь на какой-то класс А там машина Линуксовая Как бы И там Грубо говоря Ничего кроме терминала Нет И тебе выдают Листочек С логином И паролем Для терминала Ты должен Грубо говоря Представлять себе Если ты захочешь X-сервер То как его Транслировать На свою машину Картинки С окнами Как потом Из дома Выключиться И забрать материалы Которые тебе нужны Кто-то из студентов Мог нечаянно Просочиться Через Через Работу с Линуксом И вот Идея в том была Чтобы Студенты Которые просочились Через это Они Увидели это Хотя бы сейчас Перед выпуском Который будет Через полгода Вот так Ну на этом Я предлагаю Закончить Да Хорошо Давайте Закончим Спасибо вам большое Рад был Слышать вас Спасибо Спасибо вам большое До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому